Хочешь баскетбол, хочешь масс-рестлинг, хочешь квест, а хочешь танцы. В этот день развлекательное меню для краснодарцев было максимально насыщенным. Его составили специалисты двух управлений по спорту и делам молодёжи. Три десятка площадок – спортивных, развлекательных, познавательных и просто очень интересных. Пока любители активного отдыха побеждали громко, шахматисты вдумчиво шли к своим победам. Примечательно, что в этой зоне было очень много детей. Софии всего девять, а она уже разбила не одно мальчишеское сердце, играючи, ставя шах и мат. Но девочка отмечает – это непросто. Всё-таки сложно. Всегда соперники достойные, поэтому сложно. Но то, что они интересные, там нужно думать, развивать мозг. Ну и поэтому нравится. Молодёжный праздник в честь Дня города в Краснодаре давно стал доброй традицией. Евгений Первышов присоединился к участникам торжеств. Он прошёл по площадкам, пообщался с их организаторами и гостями, а также вручил призы победителям турниров, которые там проходили. Именно второй день мы позиционировали как праздник молодёжный, спортивный. Все площадки, которые были организованы, они все заняты, они пользуются интересом. И, безусловно, мы видим, сколько юных талантов, которые сегодня становятся участниками открытых соревнований, победителями этих соревнований. Поэтому у нас великолепное, мне кажется, золотое олимпийское будущее, которое сегодня растёт в городе Краснодаре. Надо его поддерживать всячески. По ощущениям, площадок было намного больше 30. Куда ни брось взгляд, везде бурлила жизнь. Уже привычные волейболы, зумба разбавляли необычные увлечения. Например, фехтование, активно набирающее популярность среди краснодарцев. А также историческая реконструкция. В этой зоне можно было примерить шлем рыцаря раннего средневековья. Как оказалось, найти такой костюм сегодня не так уж и сложно. Купить несложно сейчас вообще ничего. Купить можно всё. Потому что движение реконструкции по стране очень большое. Мастеров, соответственно, тоже много. Лично на мне доспех и костюм скандинавского наёмника при дворе Ярослава Мудрого. Это уже 11 век, первая четверть 11 века. Я в основном шью себе одежду. То есть вот рубахи кожаные, льняные, всё шил сам. Клубов, которые занимаются реконструкцией событий тех времён, в Краснодаре три. Уголок эпохи викингов пришёл сожителям и гостям города по душе. И чтобы подогреть этот интерес, воины даже устроили небольшой бой. А по соседству расположилась площадка с реконструкцией поединков 16 века. Но в современной экипировке. Я просто не смогла удержаться. В бой меня, конечно, не пустили, но пару уроков дать согласились. Я готова. Скажу честно, было страшно и страшно интересно одновременно. По первым ощущениям, не тяжёлый меч оставил после урока приятное напряжение в мышцах рук. Участник клуба «Унтервальден», который и занимается в Краснодаре историческим фехтованием, пощадил меня и сильно не нагружал. Но заряд эмоций я получила не слабый. Впрочем, как и другие участники праздника. Анастасия Федотова, Алексей Попов, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Продолжение следует... Продолжение следует...